привет итак сегодня сегодня новое видео на тему моего опыта почему я не пью молоко да если вам интересно наливайте себе молока пока еще можно я перестала добавлять молоко в кофе в чай в кашу я больше не ем йогурты я больше не ем творог и не пью просто молоко с печеньками а чего же мне это стоит начну с того что молоко я просто обожаю для меня молоко что-то душевное теплое такое уютно не особенно вкусно выпить холодного молочка с печеньями но с недавних пор где-то около полугода я молоко не употребляю это очень-очень тяжело чтобы вы понимали я с детства выпивала очень-очень много молока порой это было просто вместо воды чтобы утолить жажду если вспомнить совсем совсем ранний возраст в нашей семья была в правилах в списке ежедневных покупок от 5 до 7 бутылок молока в день и они выпивались за день только зубы мы молоком не чистили но знаете потом все стали тут и там говорит что молоко это вредно что это неправильно там гормоны что там стероиды что-то вместо кальция после пастеризации в молоке образуется фосфат кальция что там белые клетки гноя там антибиотики и вообще от молока отеки происходит с каждым днем все больше и больше все интенсивные интенсивнее вот уже ваша подруга сестра или любимый блогер друг отказались от молока и ты думаешь сушите а чем я хуже может я туплю и вот отказавшись от молочки я решу все проблемы махом ты тоже начинаешь задуматься что-то вот может я неправильно живу и что-то неправильно делаю потому что всех трубят что ни одна взрослая особь на планете не пьет молоко хотя на меня действие извиняя оказывает не такое большое влияние скажем даже минимальное но из-за такой большой агитации вокруг это действует даже на меня но я продолжала добавлять молоко в кашу в чай в кофе в какие-то там свои приготовления как же вкусно эрл грей или карамельный чай с молоко а я щас слюнями просто подавлюсь дайте я их протолкну но знаете произошла такая история в прошлом году я случайно вот не планируя сдавала кровь из вены на энцефалит ламбериоз меня укусил клещ короче в нефритовые врата но сегодня не про это и я подумала дайте-ка я заодно сдам пищевую и респираторную панель аллергенов все равно вену протыкать и знаете это всегда интересно посмотреть на что же у тебя там может быть аллергия согласитесь да по результатам анализа у меня оказалась реакция на ряд продуктов среди которых были молоко казеин и знаете меня это больше привело в чувство чем вот такой смакующий рассказ милованова про гной в моло все эти истории про гормоны роста предназначены именно для телят они меня совершенно не пугали это потому что такой же миф как импланты в попе катю сману и просто при помощи молока не получится добиться повышения вашего собственного гормона роста поэтому придется использовать старый дедовский метод колоть гормон роста только так можно повысить его у себя в крови еще то бывает нет ну точно это не молоко более пугающий в этом всем том что самотропные гормоны способны повысить рост раковых клеток это действительно так и обычно всякие сторонники доказать что молоко вредно они говорят о том что вот притягивают всю информацию за уши желаемо за действие но даже если пить по 2 литра молока в день кто-то выпивает вообще по 2 литра молока в день весь вот гормон роста который есть в молоке он попадет прям вам в кровь что очень сомнительно через желудочно-кишечный тракт его количество относительно референсных значений будет не более 1 процента так что если все еще надеетесь заболеть раком выход один колоть гормон роста не пить молочко и добавлять его в кофе или например другой гормон эстрогена он содержится в молоке естественно он содержится в молоке которые в принципе при попадании в организм он вызывает целлюлит если у вас в семье все предрасположены к целлюлиту вы постоянно едите в макдаке вы сидите за компом ведете малоподвижный образ жизни а спортом последний раз занимались в школе например то ясное дело у вас целлюлит от молока биты хотя есть одно древнее исследование которое показывает что молоко употребление молока тормозит сексуальное развитие у мальчиков и ускоряет у девочек но она была опровергнута не так давно потому что при потреблении молока через желудочно-кишечный тракт всасывается настолько минимальное количество эстрогена приблизительно опять же один вот где-то процент от его эндогенной суточной секреции то есть вот это намного намного меньше чем его у вас вырабатывается в организме поэтому повысить как-то при помощи молока гормоны что-то там изменить гормональный фон невозможно давайте продолжим про антибиотики в молоке наверно не слышал только ленивый конечно же коров пичкают антибиотиками безразмерно но вообще по нормам животные только лечат антибиотиками когда она заболела только тогда их пичкают антибиотиками иначе зачем это делать производить мне почему-то эта история с антибиотиками напоминает вот эти вот рассылки мамочек вот эти бородатые рассылки которые рассказывают о том, что осторожнее детям подсыпают героин в жвачки и раздают, не берите ни у кого жвачки. По-моему, это просто настолько бред, еще вот скажите, бриллианты рассыпают жвачки, ну это просто немыслимо. Кто в это вообще верит? Но, оказывается, верят. Вообще про эти антибиотики, это, знаете, основной козырь всех противников животной пищи. Ну и опять же, может вы не поверите, но животных антибиотиками лечат, они просто так их пичкают в мясо и молоко, и вообще существуют нормы, да, существуют нормы. И потом в конечном счете в молоке или в мясе остается такой мизер этих антибиотиков, что это правда несущественно. Вот для нас с вами несущественно, я-то не пью молоко. Ну и конечно, если вы по своей природе скептик, ничему не верите, и везде у нас коррупция, несоблюдение норм, успокойтесь немножко, правда, потому что антибиотики все-таки стоят денег. Просто так животные не будут пичкать антибиотиками, только если это не какой-то злодей из хомикса. Сами подумайте. Мне кажется, что основная проблема даже не в антибиотиках, а в том, что микробы приспосабливаются, у них вырабатывается резистентность к этим антибиотикам. И это страшнее, чем наличие мизера, какого-то действительно мизера в молоке или в мясе животного, которого когда-то там лечили на позапрошлой неделе. Кстати, это не значит, что все продукты, не содержащие, 100% не содержащие антибиотики, лучше, потому что в них точно также могут содержаться микробы, у которых есть резистентность ко всему на свете. И это все будет у нас вот в молоке, те, кто пьет молоко, или в мясе, те, кто ест мясо. Меня меньше пугает вот эта вся пастеризация и кипячение, потому что все-таки это способ защититься от бактерий, это способ защиты и ваших детей, и ваших близких от бактерий, от микробов, которые могут реально навредить вам. Лучшего и более надежного и безопасного способа убрать бактерии вообще не существует, только кипячение. Конечно, после кипячения, да, теряется часть витаминов, но потом ведь его насыщают витаминами, и меня больше пугает то, что кальций, который содержится в живом молоке, после кипячения преобразуется в фосфат кальция и как-то способен откладываться у нас в организме. Если посмотреть на сустав какой-то, можно увидеть, что он покрыт такими небольшими шипиками, и это называется астеопороз. На самом деле вот эти отложения меня пугают значительно больше, чем насыщение молока витаминами. О боже, как они посмели добавить витамины, какой ужас! Бессовестные! Но потом, знаете, я попыталась найти какие-то исследования на этот счет по поводу того, что молоко вымывает кальций из организма. Может, вы знаете, а я такая вот неправильно где-то искала. Я не смогла ничего найти. Я не говорю про книги любителей, я не говорю про чей-то личный опыт, я говорю про нормальные исследования. Потому что я в основном нахожу ссылки на китайское исследование и ссылки на блоги веганов, которые всеядных даже на самом деле людей не считают. Поэтому доверять такому мнению я не хочу. Чей-то личный опыт это не исследование. Это всего лишь ему повезло, и у него так. У него организм работает лучше, чем, скажем, у большинства, и может справиться с каким-то дисбалансом. Единственный вывод, который я для себя сделала со всеми этими аксалатами, с усвоением кальция из молока, о том, что иногда механизм сасывания нарушается. И удержание кальция из молочных продуктов не происходит по каким-то причинам. Просто становится очевидным, что пища, вся наша пища, все, что мы едим, она должна быть сбалансирована. Правильный баланс, он крайне важен, потому что для усвоения кальция нужен фосфор и магний. Если будет неправильная пропорция, то ваш кальций просто, то, что вам приходит, он просто не усвоится. Но не забываем, что нужен также витамин D. Также для усвоения всех этих минералов, которые я назвала, нужны еще другие минералы и витамины, чтобы они усваивались. То есть очень важен баланс. И при неправильном соотношении, неправильном балансе у вас начнет ехать куда-то туда, сюда, и в итоге кальций не будет усваиваться. И мы будем слышать о том, что вот я перестала пить молоко, а человек, например, пил молоко только в латте. Он отказался от этого латте, капучинки, отказался. И, собственно, все, у него все восстановилось. Лишь потому, что вот уже все знают, наверняка уже все знают о том, что кофе, он вымывает кальций. Даже если мы добавляем молоко, баланс будет нарушен. Поэтому надо что-то решать. Я пока еще не придумала, что. На самом деле это видео носит не осуждающий характер, а просто информационный. Просто вот для... ну вот просто для информации. А как бывает? Потому что при нехватке или переизбытке какого-то минерала кальций просто не усвоится. Иногда он просто даже будет откладываться где-то у нас там в почках, в суставах. Или выходить в неизменном виде. Такое тоже бывает. Например, взять соотношение кальция и фосфора. При потреблении это должно быть один к двум. Если будет какое-то другое соотношение, ваш баланс поплывет и усваиваться что-то будет неправильно или несовершенно. Ну, на самом деле я не говорю, что для усвоения молока нужен главный фермент. Это лактаза. И без нее организм наш не может усвоить в полной мере молоко и его переварить. Изначально, конечно же, лактаза вырабатывалась только у грудных детей, чтобы они могли пить материнское молоко. Однако эволюция смоделировала отклонение, которое позволило некоторым странам вырастать и пить молоко во взрослом возрасте. Благодаря этому эволюционному отклонению некоторые взрослые до сих пор могут спокойно пить молоко. И с ними ничего не происходит, они полноценно его усваивают. Но не все. Преимущественно это были жители Северной Европы, у которых был действительно недостаток кальция и витамина D. У них продолжал вырабатываться этот фермент лактаза. И они могут во взрослом возрасте, опять же, пить молоко. У китайцев, аборигенов Америки, Австралии, у азиатов. У них, как правило, лактазная недостаточность. У них не вырабатывается в полной мере. Скорее всего, и так оно и есть. У меня до сих пор может перерабатываться молоко. У меня нет вот этой лактазной недостаточности. И основная моя проблема, это, конечно же, аллергическая реакция, личная непереносимость. Поэтому, скорее всего, если вы задумались, надо, не надо, лучше сдать какой-то тест, проверить. И мне кажется, моя главная проблема, это отеки, как у многих, от молочной продукции. И личная непереносимость, вот эта аллергическая реакция, уже подтвержденная. То есть, это вот я не выдумала, это действительно подтверждена. Скорее всего, мне надо будет сдать этот анализ повторно. Также молоко, конечно же, влияет на поджелудочную железу и ведет к всплескам сахара. Потому что молоко достаточно сладкий продукт. По поводу отеков. Дело в том, что молочный белок стимулирует гормон альдостерон, который задерживает натрий и воду. Калий выводится в неизменном виде из организма, с мочой. И поэтому у нас происходят отеки от молочной повета у всех. Поэтому, если вы готовитесь к каким-то соревнованиям, или вам нужно выглядеть по суше, накануне какого-то мероприятия, вот вы хотите, лучше исключить молочные продукты. Потому что это ведет к накоплению жидкости в ткани. Как я уже говорила, у молока довольно высокий гликемический индекс. Это ведет к выбросу инсулина. Он влияет, опять же, на этот гормон альдостерон. И, опять же, у нас накапливается жидкость. Неважно, у нас было молоко или не было. Ну, то есть, понимаете, когда высокий сахар в крови, у вас все равно происходят отеки. Поэтому накануне, когда мне важно не опухать, не отекать, чтобы лицо, там и ноги, и все было более стройным и поджаром, я, конечно, стараюсь исключать высокогликемические продукты и молочные продукты. Ну, вы тоже имейте в виду. В целом, давайте подведем такую черту. Какие изменения я заметила? Первое изменение. Мои ноги стали более сухими. Возможно, это связано с тем, что я сейчас бегаю по 8 километров 3 раза в неделю и занимаюсь много кардио и не пропускаю тренировки. И в целом я меньше стала есть углеводов, просто их контролирую. Не то, что... Я просто стала их контролировать, и в вечернее время я меньше ем углеводов. Самое удивительное, что у меня пропала сезонная аллергия, как мне казалось, сезонная аллергия на какие-то цветения и на какие-то травы. Просто пропала. У меня теперь нет больше этих соплей, которые реально мешали жить, и ты не можешь выйти, просто выползаешь на улицу. Аллергики меня поймут. Качество жизни изменилось в лучшую сторону. У меня пропали прыщики, значительно в меньшей степени. На прыщики в моем случае всегда влияет вот этот выброс инсулина. Вот эти гликемические, высокогликемические продукты всегда, абсолютно всегда влияют на то, как выглядит моя кожа. Стоит мне съесть что-то сладкое в большом количестве или выпить молока, у меня через какое-то время будет высыпание прыщики. У меня они исчезли. Это очень-очень радует. Знаете, есть такое мнение, когда говорят, что на самом деле не влияет то, что ты ешь, на то, как будет у тебя там с прыщиками. Это вообще моя больная тема. У меня бывают очень часто какие-то высыпания на продукты, реакции. Я, вот честно, я искренне верю в то, что, вот в такую вот эту вот пошлую уже фразу даже, мы то, что мы едим. И если я буду не контролировать свое питание, свой рацион, у меня будет значительно хуже выглядеть кожа, чем она выглядит сейчас. Да, у меня бывают какие-то гормональные нарушения, но они связаны больше с тем, что у меня, в принципе, аутоиммунное заболевание с рождения. И поэтому мне приходится вечно бороться с какими-то несовершенствами кожи и подстраиваться под то, как именно вот благодаря этому у меня может быть в большей степени вот это здоровое питание превалирует над нездоровым. Хотя мне порой, конечно же, хочется пойти в какое-то место, в какую-то харчовню и просто съесть доширак, ну, образно говоря. Вот, скажем так, изменения налицо. Мне было, конечно же, сначала тяжело пить кофе без молока. Я думала, что за бред кофе без молока, как это вообще возможно, что я делаю? Но потом, день за днём я всё-таки привыкла пить кофе без молока, и это для меня теперь уже как само собой разумеющееся. И часто я даже понимаю, что молоко в некоторых местах, в кафе, в ресторанах, оно улучшает вкус кофе и не даёт почувствовать истинный напиток. Многие производители лукавят, добавляя молоко пожирнее, чтобы оно было помягче, а кофе похуже. И теперь я чаще меняю чашку кофе на что-то другое, потому что я слышу, когда кофе плохой. Я это чувствую, когда он кислит, горчит неправильно, какой-то несвежий. Теперь меня слышно. Раньше у меня молоко и все эти наполнители, они мешали почувствовать настоящий вкус напитка. Это первое время тяжело, а потом проще. Но я могу сказать, что я делаю это не всегда. Иногда у меня бывает так, что я съедаю один раз в день за завтраком что-то молочное. Это может быть или десерт какой-то молочный, или творог, например, или просто какой-то йогурт. Но больше одной порции я себе не позволяю. Пока так. Я решила не радикально убирать из своего рациона молоко и содержащие молоко продукты, потому что все-таки класс аллергии у меня не такой высокий. Он невысокий, и я могу себе, мне кажется, позволить иногда молочные продукты. Потому что психологическое здоровье и комфорт для меня важнее. И я вижу, что даже при моих вот этих добавлениях иногда молочных продуктов, кожа моя не покрывается прыщиками и нет реакции. Такой реакции, как было раньше, когда я могла там выпить печенье с молоком. И у меня была тут же реакция. Сейчас у меня такого нету, хотя я и не позволяю себе молоко с печеньем. Если мне очень хочется, я заменяю это все вот такими вот всякими штучками. Миндальное, всякое у меня соевое. Тоже такое покупаю иногда. Разные беру. И иногда просто хочется какой-то почувствовать молочный вкус, потому что для меня это приятный вкус с детства. На этом все. Напишите ваши истории, как вы отказывались от молока, или вы идете на пути к этому. И надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Надеюсь, мой опыт вам поможет, вы смогли ответить на какие-то вопросы для себя. И до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok